Ну, коллеги, я думаю, начнем. Всем здравствуйте, у нас очередная встреча Управляющего Комитета. Рад всех приветствовать. Вначале хотел по традиции сказать небольшое вступительное слово. Если в прошлый раз такой был настрой, достаточно пессимистичный, то на сегодня вижу положительные сигналы. В частности, ну, во-первых, активность рынка очень хорошие эти дни идет. По посещаемости сайта мы тоже удивлены, думали, что она где-то начнет резко снижаться. Почти стабильно, то есть, в принципе, при том, что у нас маркетинговые бюджеты последние 2-3 недели, Михаил, серьезно сокращаются, правильно? То есть, потому что там все отключено, никуда рекламу подавать нельзя, а у нас SEO хорошее и трафик, честно говоря, просто огромный. Вот, у нас все наши партнеры также обязательства выполняют. Взять банков, застройщиков, медиа наши партнеры, агрегаторы. Со всеми все хорошо, ни один там, ни одного обязательства просроченного нет. То есть, все нормально, все отлично. Вот, поэтому, в целом, оцениваю ситуацию как стабильную. Вместе с тем, мы, конечно, понимаем, что из-за высоких ставок апреля еще тоже будет очень хороший месяц по финансовому результату. Но с мая-июня мы ожидаем такую отрицательную динамику, причем серьезную. Вот, поэтому дальше, если мы видим почему-то, в целом, я говорю, есть позитивные сигналы. То есть, мы видим, что банки стали снижать ставки по депозитам. Это важно. То есть, мы поэтому ожидаем, что вот эти, ну, заградительные ставки по вторичке, там, 20-19% тоже скоро начнут снижаться. Вот, далее. Мы все-таки видим, что замещается покупкой за наличные. То есть, мы сейчас видим пик покупок именно не по кредитным средствам, а за наличный расчет. То есть, это тоже важно. И мы считаем, что апрель, май, июнь наличность тоже будет достаточно, ну, большую долю занимать, чем обычно. Это логично при таких ставках. Вот, дальше, в целом, по компании мы первую волну сокращений провели. Дальше, считаем, ситуация будет у нас внутри уже стабильной. Вот, мы всегда все делаем быстро, коллеги все это знают. С прошлых кризисов научены, не ждем. Видим отрицательную там динамику в плане ожиданий. Быстро под это сокращаем размер компании. Ну, в этот раз, я скажу, объем сокращений, на мой взгляд, был минимален. Это значительно меньший процент, чем мы это делали в 2015 году. Поэтому мы, ну, нацелены здесь позитивно. Вот, в целом, оценю ситуацию как абсолютно управляемую у нас. Более того, мы ставим своей целью в этом году рост доли рынка. Мы жертвуем чистой прибылью. Прямо говорю, мы не ожидаем какого-то дохода в 2022 году. Но считаем, что наша задача увеличить качество услуги, обеспечить очень хорошие условия работы для риэлторов и добиться лучшего взаимоотношения с партнерами, онлайн-изации бизнеса, потому что видим, как клиент переходит туда, и мы должны быть конкурентоспособными. И, наверное, самое главное, это наша корпоративная культура. Я считаю, что это наша самая большая ценность нашей компании. И мы тоже не должны там в угоду конъюнктуры где-то сокращать какие-то наши такие, знаете, вещи, к которым мы все привыкли уже, которые это сильные кандидаты на должности, это конкуренция, это принцип назначаемости на должности, это уважение каждому сотруднику. И вот в это сложное время, мне кажется, наоборот, есть запрос на сильные компании, которые вот в этом таком, ну, откровенно скажу, сложном, можно сказать, шторме, в таком небольшом, должны очень быть успешны и устойчивы. И мне кажется, что вот наш бизнес, он один из таких, который в целом, я имею в виду рынок недвижимости, который всегда будет поддерживаться государством, а мы, так как работаем, оперируем на этой рынке, тоже будем всегда в хорошей ситуации. Поэтому давайте приступим к работе, обсудим, какие нам нужны еще изменения сделать, что у нас нового, какие тренды. Пожалуйста, первым у нас сегодня выступит, я думаю, Михаил Егоров расскажет про маркетинг.